Я замираю в облаке рая на миллионы лет. Неосторожно, год набираю и выбираю свет. Андрей Викторович сегодня закончил и сделала высокохудожественное окно. У меня ощущение, что здесь не хватает только машской росписи. А так все идеально. И почти без перерыва перешел к очень сложной, физически трудоемкой работе, которую я тоже не могу никак помогать делать. Вот. Мы сделали дырку в полу. Наверное, скажем, что это не дырка, а технологическое отверстие. Да. И готовим мягкую, крепкую подушечку для нашего драгоценного будущего котла. Сильно тяжелые они поднимают, особенно в наклонку. Вот здесь будет обрезанная, понимаешь? Вот. А вот эти доски, которые здесь будут лежать, они на чем будут держаться? И здесь тоже будет вот такой вырез, вот такой вот. Сейчас доски на лаге лежат. А если мы тут выпилим, они на чем будут лежать? Значит, надо вот тут дополнительную лагу ставить. И при этом еще и двойной пол набить, чтобы засыпать, чтобы утеплить его. Я вообще просто в шоке. Притом что? Мне на эту работу надо, я не знаю, неделю. При том, что ты сам ни разу это не делал, тебе надо самому это думать, как делать. Ой. И даже из меня никакой не помощник. Ну ничего, поверь, у тебя будут интернет-помощники, которые все тебе расскажут. Что ты делаешь неправильно. Тоже расскажут. Может быть дадут какой-то совет. Хорошо, что нам тогда, Александр Васильевич, привет, так много песка, да, у нас так поручает. Но только не нас, даже некоторых наших соседей, которые у нас иногда просят для этих, для кур. А я, как всегда, выполняю низкоквалифицированную работу. Увожу дрова в тачки. Но не как всегда. И считаю. Вот, 26 тачек. Ну, это за два дня. Так вообще, сегодня бы только шесть. Бедный ребенок, Андрей Викторович. На что тратит свой драгоценный мозг? Драгоценный, необычный, несравненный. Никто не говорит о том, о чем говоришь ты. Но этот свой драгоценный мозг сложно использовать для того, чтобы выравнивать песчаную подушку. Все, пойдем? Да. Я 10 тачек отвезла, изложила. Правда, криво-косо. А Николай, Анастасия, Валерьевна, и бы, наверное, меня раскритиковали. А я две пульты принес. О, а ты их припер? Уже поставил, чтобы завтра класть? Как ты их нес, Андрей? Я их не нес. А что делал? Катил? Транспортировал. Транспортировал? Ты не напрягался сильно? Вообще не напрягался. Ну, смотри, будь аккуратен. Все, пойдем, а то я одна буду там переживать за тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, соратники. Здравствуйте, есть домышленники. Сегодня 15 сентября. Реал-ИТ-шоу «Дом 18» продолжается. Елена Игоревна сегодня легла спать в 5 часов утра. Всю ночь она работала. Поэтому сегодня утром она продолжает почивать. А я, чтобы не терять время, пока что ремонтирую внутренние зимние рамы для нашего дома 18. Уже закручил? Нет. Я, что? Ты должен камеру? Конечно, выключу. Опять все же. Все, она сама выключается. Ага, она снимает, вот я говорю. Включай свет, Андрей. Мне хорошо. Точно? Мне хорошо. Я тебе, значит, уже отчет прислал. Что? На почту? Я сегодня с утра занимался административной работой. Ой, вот это хорошо. Вот я все здесь делал, что надо. Я отправил тебе выписку. Да, это я видела. Я отправил тебе скринь о том, что принято наше заявление. Публичное акционерное общество. Россеть или как оно там сейчас называется? Оно не то чтобы принято, оно отправлено. Не удалось его отправить. В одном месте я там вообще залипку сделаю. Там требуется приложить документ согласия жильцов на подключение дополнительной мощности. То есть сам жильец пишет заявление и сам же соглашается? Просто там другого никак не получается выбрать. Там много функтов меню. Ни один из них для нас не подходит. Я выберу пункт меню «Нежилое помещение многоквартирного дома». Как? Но нету других пунктов, которые подходят к нашей ситуации. Единственное, что подходит, это нежилое помещение многоквартирного дома. А у нас так и есть. Сене, это нежилое помещение. У нас три квартиры в доме. Многоквартирный дом. Что еще? Это понятно, но на нежилое помещение они могут тариф вообще другой дать. Я и так посидел еще на 150 тысяч волосков за это время, пока мы начали эпопею с этим подключением дополнительным. Где-то там 30 тысяч нас вымогают. У Андрея Викторовича утро началось хорошо. Он сделал окно, застеклил и промазал. И мы нашли еще одну надпись. Вот так нельзя поворачивать? Где надпись-то? Нет, Блин. Люди же за тобой будут в экран поворачивать голову. А-а-а. Вот. Мужской. Вот так надо, да, показывать? Ну и так, и так. Вот. Мужской. Мы нашли. А-а-а. Где она дальше? К-10 написано. К-10. Мы подумали, что это когда было общежитие, что вот мужская комната 10. Окно подписывали, когда выставляли. Чтобы не перепутать осенью. 10 комнат тут было ли? Ну, окно 10. Или 10 окно, да. Да. Они, видимо, как-то считали, там слева направили, справа налево. Сегодня пасмурно, но тепло. Даже появились комары. Поэтому... Здравствуйте. Здравствуйте. То есть сегодня достаточно тепло для того, чтобы заниматься окнами. Поэтому я ничего сегодня другого не делал, кроме как замазал стекла, пока не закончилась замазка. А потом переступил к тому, на чём я становился вчера. Это обустройство фундамента для нашего котла. И вдруг подумал, что надо бы, наверное, показать, как я всё это делаю. Наверное, кому-то интересно, что можно делать под полом нормальному, здоровому мужчине. Сейчас покажу. Так ты уже запихал одну плиту, что ли? Да. Но ты не поднимал её? Ну, не напрягался? Нет, совсем не напрягает. Правда? Да. А как ты её закатил на ваге? По рельсам. По рельсам? Ну вот, по рельсам. Точно не напрягался? Вообще не напрягался. Ой, тихо-тихо, аккуратно. И тут ещё прикрался. То есть параллельно ты успеваешь ещё делать красиво. Ну, это тоже когда-то надо делать. Тем более, что нам сейчас надо будет цоколь утеплять. Ага. А для этого всё равно надо планировать грунт. А ты куда эту кучу дел? Разровнял её? Вот просто и переместил. Всё, здесь яма. Я её просто сгребла, не знала, куда деть. Ты красиво так сделал. Нам надо так, чтобы под цоколь, который будет обложен шифером, скат был сюда, а не под дом. Понимаешь? Потом тут ещё много-много надо будет скатать. Ну вот, теперь забрасываем всех под пол. Вот так вот у нас уютненько. Такую площадку мы выравниваем. Надо ещё одну плиту установить. Для этого надо подушку песчаную расширить. Такую площадку. Такую площадку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok